Вторая волна коронавируса набирает обороты. Количество заболевших по-прежнему растет. Но несмотря на это, многие люди продолжают игнорировать правила. Отказываются от соблюдения социальной дистанции и не надевают маску в общественных местах. Основной аргумент отказа – бесполезность индивидуальных средств защиты. Ни одна маска нынешнего поколения, которая продается и в медицине, и вообще везде, не спасет никогда ни от какого вируса. Люди, которые ходят в масках, думая, что их якобы спасет, ничего это не сделает, потому что вирус – это молекулярный уровень, поэтому никогда никакая маска не спасет. Просто здоровая еда, хорошая физкультура, обливание, закаливание – вам вообще ничего не будет страшного. У меня 50 детей, занимаются легкой атлетикой. Ни один у меня ничем не болеет, вообще ничем, потому что они у меня делают йогу и все-все-все остальное. Маска спасет от вируса? Да нет, конечно. А почему носите? О, так надо, так он не знал, это и носим. Сколько людей, столько и мнений. Кто-то считает, что спасет здоровый образ жизни, но и это не факт. Спортсмены тоже болеют. Кто-то носит маски, потому что распоряжение поступило. Есть и еще много других факторов. Я просто отношусь на эту тему полностью понимающей и советую все-таки меры защиты соблюдать. И маску надо носить, пока нам это, так сказать, не скажут. Положите, она нам не нужна. Может быть, не на все 100%, но все-таки спасают. Даже самоуверенность в том, что на тебя никто не чихнет, это много значит. Ну, может, на процентов 80, я так думаю. Особенно те, которые больны, они не могут заразить здоровых. Ясно одно, введение масочного режима в областном центре для горожан не прошло бесследно. Все больше людей понимают важность индивидуальных средств защиты, многие из которых стали неотъемлемой частью наших будней. Помогает в этом и постоянное напоминание в виде информационных табличек. Находиться в местах массового скопления людей без маски сейчас крайне безответственно. Игнорируя правила, мы подвергаем опасности не только себя, но и окружающих. Для того, чтобы дисциплинировать людей и напомнить им о соблюдении масочного режима, на дверях магазинов, учреждений и других общественных объектов города, кроме таблиц «Открыто» или «Добро пожаловать» появилась еще одна. Без маски не входить. Кроме вышеназванных ограничительных мер, в обществе все больше проявляются другие вирусы. Вирусы заботы и доброты. Совершенно посторонние люди приходят на помощь совсем незнакомым, но нуждающимся в помощи и опеке. В большинстве случаев это пожилые, инвалиды, одинокопроживающие. Именно эта категория граждан наиболее подвержена опасности во время пандемии. Волонтеры разносят продукты питания, выкупают рецептурные препараты, в территориальных центрах работают горячие телефонные линии. Человек, который позвонил дам и подал заявку на доставку либо продуктов, либо лекарств, дома составляет список необходимых продуктов, готовит рецепты, если это лекарство по рецептам, либо тоже составляет список лекарств, необходимых для приобретения. И ожидает в течение дня волонтеров, которые должны к нему прийти и, в принципе, выполнить заявку поступившую. Волонтеры, которые приходят на заявки, они имеют при себе удостоверения волонтера, Они предоставляются, конечно. Они также соблюдают все меры предосторожности в условиях пандемии. То есть у них есть и перчатки, и маски, и антисептики. И у них есть на руках лист заявок, где пенсионер, либо инвалид, который подал заявку, он пишет необходимый перечень ему продуктов, либо тех же самых лекарств. Несмотря на то, что серьезный упор делают на защиту пожилых людей, нельзя забывать о том, что в зоне риска находимся все мы. А потому вернемся к вопросу, носить маски или нет. Носить. В местах скопления людей, в магазинах и транспорте, в аптеках. Но никто не призывает надевать их, если вы просто вышли прогуляться, подышать воздухом. Ко всему нужно относиться разумно. И даже во время пандемии с долей юмора. Но игнорировать соблюдение масочного режима, поверьте, не самая лучшая идея.